Вести Карачаева Черкесия В предстающую субботу в республиканском центре пройдет традиционная весенняя ярмарка. И на базе Карачаева Черкесского государственного университета имени Умара Алиева написали тотальный диктант по русскому языку. Далее об этих и других темах подробнее. Премьер-министр России Михаил Мышостин сообщил о том, что турпоток в Северокавказский федеральный округ в сравнении с допандемийным 2019 годом вырос на 60%. А к 2030 году он должен составить свыше 10 миллионов человек. Как подчеркнул глава правительства, будут построены авто и железные дороги Лаганаки-Сочи-Архес. Турпоток вообще в округе в 2022 году превысил 1,3 миллиона человек, что на 60% больше, чем в 2019 году. И, конечно, такие горнолыжные курорты, как Архыз, Эльбрус, Ведучи, Момисон, да, это все такие яркие жемчужины. На Кавказе вообще все красиво. Будут построены и новые железные дороги, и авто дороги. Значит, сейчас вот Лаганаки, вы знаете, Сочи-Архыз одобрено было президентом. Время в пути от Сочи до Лаганаки хотим, чтобы было 1 час, и, соответственно, до Архыза 2 часа. Но сейчас это примерно 7-9 часов минимум. Турпоток позволится увеличить очень серьезно. Планируется также, в частности, создать 530 горнолыжных трасс, 70 тысяч гостиничных номеров. В общем, очень серьезные планы, которые уже подтверждены инвестициями и соответствующими нормативными документами. В конце прошлой недели в Москве состоялась рабочая встреча главы Карачаевой Черкесии Рашида Тимрезова с заместителем председателя правительства России Александром Новаком. Обсуждены вопросы социально-экономического развития республики, реализации поручений президента страны и социальных инициатив главы государства. Александр Валентинович отметил позитивную динамику основных показателей, обеспечивающих устойчивость экономики Карачаевой Черкесии и последовательность в реализации инвестиционных проектов. Еще одной важной темой встречи стало дальнейшее развитие курорта Архыз. За годы его развития при поддержке правительства страны и с участием органов государственной власти республики, компании «Кавказ.РФ» и частных инвесторов построены все инженерные коммуникации, создана необходимая горнолыжная инфраструктура, коллективные средства размещения, пункты общественного питания и многое другое. Транспортную инфраструктуру до туристического комплекса Архыз будут развивать. Соответствующее поручение дал вице-премьер Александр Новак в ходе совещания по развитию всесезонного туристко-рекреационного комплекса Архыз, в котором приняли участие представители федеральной исполнительной власти, глава республики Рашид Тимрезов, председатель правительства Мурат Аргунов, стратегический инвестор комплекса, представители «Газпрома» и компании «Кавказ.РФ». В результате будет разработана дорожная карта развития транспортной инфраструктуры, включая аэропорт и автомобильную дорогу до туристического комплекса Архыз. До конца этого года введут в эксплуатацию газораспределительную станцию «Зеленчук-2». Под руководством вице-премьера России Александра Новака будет создана межведомственная комиссия по развитию курорта. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на 6-километровом участке автодороги Усть-Югута-Терезе начались масштабные работы по замене дорожного полотна. Чтобы не создавать серьезных неудобств для автомобилистов, дорожники будут менять старое основание последовательно на отрезках не более 3-х километров. Подробности сообщил главный инженер управления Карачаево-Черкесск-Автодор Майя Тхутов. У нас проводится замена основания земляного полотна. Также будет проведено двухслойное асфальтобетонное покрытие средней толщиной до 14 сантиметров. Новые обочины, куветы, знаки, новая разметка термопластиком и обустройство автомобильной дороги барьерным ограждением. За последние 10 лет воловой сбор зерна в Карачаево-Черкесии вырос более чем в два раза. Урожай зерновых и зернобобовых культур с учетом кукурузы за 2022 год составляет 409 700 тонн. Ранее этот показатель составлял 200 000 тонн. По словам министра сельского хозяйства республики Анзура Буташева, ключевой роль в структуре сельского хозяйства республики играет растеневодство, специализирующееся на производстве зерновых, зернобобовых культур, сахарной свеклы, овощей открытого, закрытого грунта и картофеля. В частности, в структуре сельскохозяйственных угодий региона из более чем 145 000 гектаров пашни 71% отводится под зерновые культуры – это кукуруза на зерно, яровая и озимая пшеница, ячмень и овес. 9% под кормовые культуры, в том числе кукурузу, корнеплоды и травы. 17% площадей под технические культуры – сахарную свеклу, подсолнечник на зерно и 1% на овощи открытого грунта. В предстающую субботу в региональной столице на территории гипермаркета «Лента» пройдет традиционная весенняя ярмарка. Свои товары по ценам ниже рыночных на 15-20% представят более 120 предприятий агропромышленного комплекса – пищевой, перерабатывающей и легкой промышленности, организации общественного питания Республики и других регионов Северокавказского федерального округа. Ярмарка будет работать с 8 до 16 часов. 14 апреля во Дворце культуры Черкеска пройдет ярмарка вакансий. Любой желающий сможет узнать об открытых вакансиях подготовки по интересующим его направлениям, поддержке, которую можно получить со стороны государства при трудоустройстве. Подробности сообщила заместитель председателя правительства Республики Ирина Гербекова. В ходе ярмарки вакансий будут работать столы, на которых будут представлены промышленные предприятия, плюс учебные заведения будут делать свои стенды и представлять свою информацию. Будет проходить такое креативное общение, типа мозговых штурмов, и мы будем обсуждать возможности развития промышленности, сельского хозяйства, всех отраслей народного хозяйства Республики. И хотелось бы обратить внимание, что ярмарка направлена не только на детей, которые заканчивают сейчас образовательные учреждения, которые дальше выбирают свой жизненный путь, но и на взрослых людей, тех, которые хотят поменять профессию, у которых, может быть, возникает такая необходимость найти новую работу, и мы хотим об этом еще раз сказать. Сейчас будут востребованы специальности такие, как реабилитологи, психотерапевты, психологи. Это то направление, которое сейчас активно будет развиваться. На службу в армию России в весеннюю призывную кампанию из Карачаева-Черкесии отправится более 300 призывников. Призыв стартовал 1 апреля и продолжится до 15 июля. По славам военного комиссара Карачаева-Черкесии Сергея Беловородова, призывники пополнят ряды вооруженных сил страны, войск национальной гвардии и Министерства чрезвычайных ситуаций. Военным комиссариатам и командирам на местах дали указание о том, что призывники не будут принимать участие в специальной военной операции. Чаще всего наших ребят определят для прохождения военной службы в Южном военном округе. Следует отметить, что вторая волна мобилизации не входит в планы Генштаба. Военнослужащих для выполнения поставленных задач на сегодняшний день хватает, рассказал военнокомиссар Карачаева-Черкесии Сергей Беловородов. Согласно указанию президента Российской Федерации, приказу министра обороны, наши призывники, которые будут проходить военную службу по призыву, будут проходить службу только на территории Российской Федерации, не на новых территориях, и в пунктах постановой дислокации. Особое внимание всем и военным комиссариатам, и командирам на местах дали указание о том, чтобы призывники не могут ни под каким прилогом попасть для участия в специальной военной операции. Жители Республики могут принять участие в юбилейном сезоне конкурса управленцев «Лидеры России» флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Принять участие в конкурсе могут управленцы из всех регионов страны в возрасте до 55 лет с управленческим опытом от двух лет. Согласно статистике, более трети участников – представители малого бизнеса и начинающие предприниматели, около 15% – руководители крупного и среднего бизнеса. Главный приз конкурса управленцев – 1 миллион рублей. Гарантовую поддержку можно будет направить на обучение, возможность встретиться с наставником из числа ведущих российских управленцев, а еще карьерные консультации и сопровождение. Подать заявку можно до 14 мая на сайте lider-россии.рф. Министр по делам молодежи Республики Брагим Татаркулов рассказал о форуме «Махар-2023». В этом году он получил статус Всероссийского форума. В 2008 году он создавался как летняя школа-семинар для отличившихся в учебе и общественной жизни студентов Карачаева-Черкесского государственного университета имени Умара Алиева. «Махар» с каждым годом обрастает новыми участниками и хорошими традициями. В форуме могут принять участие около 300 человек из 30 регионов России. На площадке форума также будет организован и проведен Всероссийский конкурс молодежных проектов. Об этом сообщил Ибрагим Татаркулов. На территории Карачаева-Черкесской республики будет организован и проведен Всероссийский форум. Это форум «Махар» традиционный, который на территории Карачаева-Черкесии проводится уже аж с 2008 года. В прошлом году в партнерстве с Карачаево-Черкесским государственным университетом был организован и проведен данный форум Министерством по делам молодежи Карачаево-Черкесской республики. В прошлом году он получил статус Северокавказского. Благодаря высокой степени эффективности реализации форумного мероприятия, Федеральное агентство по делам молодежи России рассмотрело наше предложение о том, что форум «Махар» получил статус федеральной форумной площадки. В этом году будет принимать участие на форуме «Махар» более 300 участников, не менее чем из 30 регионов Российской Федерации. Здесь следует отметить, что на площадке форума будет также организован и проведен всероссийский конкурс молодежных проектов. Также следует обратить внимание, что он также будет всероссийским. И, безусловно, для нас это является большим достижением, потому что это впервые на территории Карачаева-Черкесии. И, если я не ошибаюсь, впервые в истории Федерального агентства по делам молодежи за два года форум сначала получил статус окружного, а после – федерального. То есть это тоже достаточно показательно с точки зрения деятельности органа исполнительной власти, отвечающего за государственную молодежную политику на территории Карачаевской республики. Жители Карачаева-Черкесии могут получить статус социального предпринимателя и грант на реализацию своего проекта. Что для этого необходимо и куда обращаться, расскажет начальник Центра инноваций социальной сферы Джамиля Карасова. Уважаемые предприниматели Карачаева-Черкесской республики, хочу напомнить вам, что до 1 мая Центр инноваций социальной сферы принимает документы на признание предприятия социальным. Для этого нужно вам обратиться в Центр мой бизнес по улице Ленина, 53, Центр инноваций социальной сферы. Если ваша деятельность связана с трудоустройством социально уязвимых слоев населения или же ваша деятельность направлена на решение проблем общества, вы, в принципе, можете считаться социальными, но для этого вам нужно пройти вот эту процедуру. На базе Карачаева-Черкесского государственного университета имени Умара Алиева написали «Тотальный диктант по русскому языку». Это ежегодная акция для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. Она показывает, что быть грамотным важно для каждого, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно. Всего на базе ВУЗа работали шесть площадок, а также были открыты еще две на базе Педагогического колледжа Черкесской из специальной астрофизической обсерватории в поселке Нижний Архес. В мероприятии приняли участие более 300 человек. Международная акция «Единой России. Диктант Победы» в этом году пройдет более чем на 12 тысячах площадок. Все желающие смогут поучаствовать в ней 27 апреля как очно, так и онлайн на сайте диктантпобеды.рф. Центральной площадкой станет традиционно Музей Победы на Поклонной горе в Москве. В этом году основными темами диктанта станут Победы Красной Армии в Сталинградской и Курской битвах, освобождение Донбасса от немецко-фашистской оккупации, прорыв блокады Ленинграда. В него также войдут вопросы по Нюрнбергскому процессу. В Карачаево-Черкесии все желающие могут написать диктант Победы на 50 площадках. Аудиолекции Банка России по финансовой грамотности впервые зазвучали на национальных языках Карачаева-Черкесии. Все материалы размещены в специально созданном разделе на официальном сайте ГТРК Карачаева-Черкесия. Информацию комментирует заведующий сектором отделения Банка России по Карачаевой-Черкесии Индирал Ботова. Как уберечь свои деньги от мошенников, выбрать кредит и правильно рассчитать свои силы? Что делать, если у вас украли банковскую карту? Полезную информацию по этим и другим темам теперь можно прослушать на карачаевском, черкесском, абазинском и нагайском языках. Перевод аудиолекции национальные языки – это совместный проект регионального отделения Банка России и телерадиокомпании ГТРК Карачаева-Черкесии. Свой 97-й день рождения отметил ветеран Великой Отечественной войны Виталий Гаврилович Зорин. В 16 лет он попал на передовое после двухмесячной подготовки. Немало выпало на его долю. Защищал Ленинград, прошел жестокие кровопролитные бои на территориях Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Чехословакии и Югославии. А в январе 45-го в Японии получил контузию и два ранения. За боевые заслуги Виталий Зорин был награжден боевыми наградами – Орденом Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Орденом Славы и другими орденами и медалями. До самого 52-го года Виталий Гаврилович служил в армии. После уроженец Ленобласти получил образование по специальности инженера-механика и был направлен строителем в Черкесск, который стал для ветерана настоящим домом. Он честно и добросовестно трудился, растил детей, вносил вклад в общее дело, в процветание республики и всей страны. Фронтовика поздравил глава республики Рашид Тимрезов. «От всей души поздравляю Виталия Гавриловича с днем рождения и желаю ему крепкого здоровья и бодрости духа. Низкий поклон дорогому ветерану. Спасибо за ваше мужество и героизм. Спасибо за великую победу», – написал в своем телеграм-канале руководитель региона. Во всех городах и районах республики отметили Всемирный день здоровья. Именитые спортсмены на стадионе «Нарт» и в гимназии номер 19 республиканского центра показали детям и молодежи основной комплекс упражнений, дали полезные советы по укреплению организма и рассказали о здоровом образе жизни. В Узчгуте тренер спортивной школы по легкой атлетике Александр Шаповалов провел массовую зарядку под открытым небом для всех желающих. Во всех школах Хабецкого района отметили праздник соревнованиями и флешмобами. Дети Малокарачаевского района провели этот день под лузунгом «Здорово быть здоровым». Играли в футбол, соревновались в перетягивании каната, самые маленькие жители района провели бодрую зарядку. А Базинские и Карачаевские районы подготовились к главному спортивному празднику основательно. В каждой школе и детском саду прошли уроки здоровья, викторины, экскурсии, эстафеты и спортивные игры. Священная книга «Мусульман» впервые в переводе на абазинский язык издана в Санкт-Петербурге. Автор идеи, руководитель проекта по переводу и изданию книги, родной брат президента Международного объединения Лошара Мусеекзекова Ауэс Хабалевич. Автор выразил слова благодарности Мурату Аджиеву, Аслану Кенжеву и Розе Пазовой, подготовившим перевод и издательство Санкт-Петербургского государственного экономического университета, обеспечившему качественное полиграфическое исполнение книги. Перевод осуществлен на основе выпущенного в 2023 году русскоязычного издания «Коран. Перевод смыслов». Объем книги на абазинском языке составил 612 страниц. Она вышла тиражом 400 экземпляров. Издание пока что находится в Санкт-Петербурге, но вскоре будет доставлено в Карачаево-Черкесию. На улицах республиканской столицы приступили к замене дорожного полотна. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в этом году будет отремонтировано 13 километров автодорог и пешеходных зон, рассказал заместитель начальника управления ЖКХ мэрии Черкеска Равиль Тикеев. В первую очередь это дороги к социально значимым объектам. В частном секторе особое внимание мы обращаем на ширину дороги, потому что есть участки такие в частном секторе, где ширина дороги не позволяет у нас сделать полноценные две полосы. Поэтому приходится там ремонтировать дорогу путем грейдирования данного участка. Не получится у нас поселить полноценный асфальт. Уже сейчас мы формируем списки дорог, подлежащих ремонту на 2024 год, готовим предложение. Любой житель города Черкеска может обратиться в мэрию города Черкеска, в управление ЖКХ с просьбой отремонтировать тот или иной участок автомобильной дороги. Комиссия выйдет, рассмотрит и будем вносить предложение. Планируем в рамках ремонта обновить дорожное полотно, провести устройство бордюрного камня, нанесем разметку и доустановим количество дорожных знаков. Побывать в компании Мальвины и Баба-Яги могут посетители выставки двигающихся и говорящих героев из советских сказок и мультфильмов. Ее в Черкеск привезли супруги Ильясова. Шавкет изначально занимался реставрацией, но на предложение сделать волшебную выставку согласился с радостью. И так уже более 10 лет супруги путешествуют по стране. Скульпторы, механики, художники, костюмеры и просто рукодельники трудились над созданием этих сказочных героев. Создание одного персонажа занимает в среднем от 3 до 6 месяцев. В итоге каждый из них говорит, поет и двигается. Выставка «Ожившие сказки» продлится до 23 апреля текущего года. 7 по 12 мая текущего года в станице Преградной Урубского района пройдут всероссийские соревнования по вольной борьбе памяти героя России генерал-майор авиации Канамата Боташева. Студенты российских вузов выступят в таких дисциплинах, как греко-римская борьба, вольная борьба и женская вольная борьба. Это все новости к этому часу. С ними познакомил Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова